На Псалом 103 Благодатья Святого Духа не только преподает людям нравственное и догматическое учение, но и прямо научает их тому, как должны они воспевать Творца. И этот Псалом написала она при содействии Блаженного Давида, стоя именно целью, чтобы научить всех, какие песни следует воздавать благодетелю. Здесь она говорит о благодеяниях Божьих, относящихся ко всем людям, и представляет Бога всяческих Творцом и вместе Владыкою всего. Благослови душа моя Господа! Бог, благословляя человека, ограждает его безопасность, делает его более славным, как, например, было с Авраамом, а человек не так. Он самого себя делает более славным, благословляя Бога. Значит, Бог ли благословляет человека, человек ли Бога, то и другое полезно только человеку, потому что божество ни в чем не нуждается. Воспевать благодетеля Бога научается каждый питомец благочестия. Господи Божий мой, Ты дивно велик, Ты облечен славою и величием. Здесь, как поставлено для усиления, самое же изречение, величием означает неизмеримость величия вообще, а не увеличение его в данном случае. Симмах так и перевел, Господи Божий мой, Ты весьма велик. Не малым будучи Ты возвеличился, но велик будучи по природе, Ты показал это благочестивым. Как же еще делается великим тот, кто всегда велик и кто не нуждается ни в каком прибавлении, но обладает полным совершенством? Как он возвеличивается? Когда его почитатели проводят лучшую жизнь, когда прославляют его словами и делами, тогда он возвеличивается. Конечно, это не значит, что при этом возрастает его собственное величие, но через почитающих его и через его великие разнообразные дела, в творении и промышлении его величие открывается и неверующим его. Радуясь этому, душа и восклицает чувством благоговения. Господи Божий мой! А каким образом он возвеличился, объясняет далее. Ты облечен славою и величием. Ты облачился песней и славой. Ты не остаешься неведомым для тех, которые пользуются Твоими благами. Они уже не приписывают теперь принадлежащей Тебе чести идолам, но Тебя воспевают и Тебе воздают должное словословие. Конечно, величие Божие достаточно обнаруживается в творении ангелов, в создании небес, в утверждении земли и впрочем, что вместе с этим указывает псалмопевец, но еще больше обнаруживается оно в том, что Спаситель был человеком и остался Богом. И свойственное нам претерпел и сохранил собственное бесстрастие. Поэтому, хотя в порядке события дело спасения было позднейшим, псалмопевец поставил его, однако, прежде всего ввиду его выдающегося значения. Исповеданием называют именно воплощение, так как во время плотской своей жизни Господь принес за нас исповедание Богу, возопив к Отцу. «Исповедайтесь Господу неба и земли, ибо Он утаил все от мудрых и разумных. Славлю Тебя, Боже!» А великолепие указывает на то, как великое и чрезмерно было то, что Ему угодно было спасти нашу бренную природу. Однако, когда псалмопевец говорит, что он облегся в это исповедание и великолепие, то не имеет в конечном виду временного облачения, как будто потом он и разоблачился, а указывает на то, что воплотившись, он не приложился в человека, но и Богом остается, и человеком делается. «Ты одеваешься светом, как ризою, простираешь небеса, как шатер». Он одевается светом, как бы одеждою, как обладающей полнотой ведения, как имеющей непостижимое существо. Притом свет означает полнейшую истинность божественного ведения. По словам Павла, «Бог во свете живет неприступным». Живет во свете – значит, что он всецело есть в ведении, превосходящее всякую мысль. Почему и свет и назван неприступным? Ввиду этого-то апостол и говорит, «Единый, имеющий бессмертие во свете, живущий неприступным». Этот свет таков, что никто не осмеливается приблизиться к нему. Чрезмерность блеска поражает зрение. Ведь если и видимое солнце принуждает к этому тех, кто пытается упорно смотреть на него, то у кого хватит сил для того, чтобы постигнуть мыслью этот неприступный свет? Итак, «И сам он есть истинный свет и облачается светом, как одеждою, и во свете живет неприступным, и облако и мрак окрест его». Псалом 96.2 И он положил тьму, покров себе. Все это не противоречит одно другому. Псалом 17.12 Конечно, для тех, кто не может видеть неприступный свет, он то же самое, что мрак и тьма, потому что ни там, ни тут нет возможности рассмотреть, что содержится внутри. И то и другое означает невидимость божественной природы. Впрочем, Иоанн Богослов, изображая и самое домостроительство его, назвал это домостроительство светом, говоря, «И свет во тьме светит, и тьма не объяла его». Тьма облегает его, как одежда, когда телесными слабостями он совершенно прикрывает силу божества, например, когда чувствует голод, жажду, утомлений, и подобное тому претерпевает. Облекается же он светом, когда проявляет свое божество, запрещая море, потрясая землю, омрачая солнце. Тогда он уже не позволяет божеству скрываться под человечеством, простирает небеса, как шатер 741. Это сравнение указывает на легкость творения, как человеку легко растянуть кожу и сделать палатку. Так Бог всяческих распростер великий свод небес одним словом. Устрояешь над водами горние чертоги твои, делаешь облака твоею колесницей, шествуешь на крыльях ветра. Этому учит и блаженный Моисей. Он говорит, что Бог сказал, да будет тверь посреди воды, и отделяет воду, которая над тверью, от воды, которая под тверью. Полагает облака колесницей, ходит на крыльях ветра. Это указывает на его промышление, все обнимающее. Оно простирается и на ветры, и на облака. Бог сам управляет ими, сам указывает им сроки исполнения их назначения. Вместе с тем это научает нас, что божественной природе свойственно везде присутствовать и всюду являться. Так как из всех чувственных явлений ветру свойственна наибольшая быстрота, в мгновение ока он проносится от пределов запада к востоку и от востока к западу. То пророк, не найдя среди чувственных явлений другого, более точного образа, сказал, что Бог носится на крыльях ветра, обозначая этим, что он везде присутствует. С другой стороны, относительно облаков, мы находим, что и сынам Израилевым Бог всячески явился в облаке. И в Скинии свое особенное присутствие обнаружил облаком. Далее, при освящении Соломонова храма, облако осенило храм. И владыка Христос трем ученикам на горе предстал окруженный светлым облаком. И при вознесении его светлое облако скрыло его от глаз их. Ты творишь ангелами Твоими духов, служителями Твоими огонь пылающих. Господь творец не только видимых, но и невидимых. К одним и тем же пророк приложил название духа и огня, тем и другим, желая обозначить их силу и быстроту. Дух по природе не связан пространством, а действие огня отличается силой. При содействии ангелов Бог всяческих и благодетельствует достойным, и наказывает недостойных. Это также напоминает об огне, так как он служит для наказания. Ты поставил землю на твердых основах, не поколеблется она во веки и веки. Какая же твердь? О, пророк, там, где столько воды, где беспредельный океан, носящий землю на волнах своих, ведь он и сам в другом месте подтверждал это утвердившему землю на водах. Так как это основание было непрочным, весьма непостоянным, то творец сообщил устойчивость самой земле. В чем же заключается эта устойчивость? В силе Создателя, «Ибо в руке его концы земли» Салом 94,4 Землей называет человека. Кого он утверждает на основании веры, тот не уклонится в век века, конечно, будущего, не преклонится в век века. Сообщив ей самой к себе устойчивость в себе, Господь сделал землю неподвижной. В том же самом положении она пребывает насколько ему угодно. Подобно этому в другом месте сказано, повесивший землю ни на чем. Йов 26,7 «Бездной, как ризою, одевается». И 6 Он сказал его, а не ее. «Бездной, как ризой, ты одел ее». Бездной священное писание называет влажную стихию. Так и о начале творения блаженный Моисей сказал, «Земля же была не видна, и пуста, и тьма над бездною». Так как земля со всех сторон окружена водой, и пределы ее составляют великие и недоступные моря, самую же средину рассекают другие моря, доступные плаванию. То справедливо сказал, что бездна, как одежда, облегает землю. А с другой стороны, в смысле непостижимости. Ты найдешь, что бездна заключается в том, что судьбы твои, Господи, бездна великая. Так как не исследованы суды его, то никаким образом не могут быть постигнуты. Почему и сравнивается не просто с бедной, но с бездной многой великой. Итак, Бог, суды которого великая бездна покрывает, непостижимость, именуемая бездна. От прещения твоего бегут, а не от глаза грома твоего быстро уходят. Восходят на горы, не сходят в долины, на место, которое ты назначил для них. Все это указывает на мудрость Божию, действующую в создании. Благодаря ей море, вздымаясь подобно вершинам гор, не затопит, однако материка волнами. Но как мы устрашаемся громом, так оно боится положенного ему предела. На горах оставил воды, значит, как гора стоит в море. Восходят в горы, значит, как горы. Я думаю, что пророк, разумеет, здесь облака, лежащие на вершинах гор. В этих местах особенно держатся облака, так что необитаемые горы постоянно покрыты мраком. Как только ты захочешь, говорит, все они оставляют свое место, рассыпаются и исчезают. В ином смысле, горами называют пророков по причине свойственной им высоты созерцания. В них поднимаются воды, откуда жаждущие пьют водоучения. От какого запрещения? От запрещения, положенного против иудеев. Это указывает другой пророк, говоря, и пошлю им не голод хлеба, не жажду воды, но голод слышания Слова Божия, Слова Господне. Когда Бог разгневан, воды пророков оскудевает, так как не самих себе имеет источник богатства, а глазом грома называет проповедь Евангелия, которой воды пророков не убегает, но устрашается, как превосходящий их разум. Ты положил предел, которого не перейдут и не возвратятся покрыть землю. 743. Море посрамляется песком, в бешенстве устремляется оно на берег, но удерживаемое положенным от Бога пределом, как бы уздою отбрасывается назад и возвращается вспять. Или так следует понимать, это не все свои откровения пророки возвещают, но только то, что им повелено открыть, чтобы множеством их не покрыть землю, то есть не подавить человека, не могу еще вместить их. Об этом свидетельствует Павел. Слышал неизреченные глаголы, которых невозможно слышать человеку. Посылает источники. В долины между горами текут воды. Далее указывает их назначение. Поет всех полевых зверей, дикие ослы утоляют жажду свою. При них обитает птица небесная, и цветы ветвей, и издают голос. Вот весьма важная особенность божественного промысла, что он удовлетворяет нужды не только людей, но и неразумных тварей. Растекая горы, он дает выход водам, чтобы не только люди могли обильно пользоваться струями источников, но и породы воздушных и земных животных. И Спаситель говорил, посмотрите на птиц небесных, не сеют, не жнут, не собирают житницы, но Отец ваш небесный питает их. Зверями лесными называются демоны, а зверями, обитающими в поле, то есть в мире, называет пророк грешников. Как звери полевые могут быть приручены, так грешники могут раскаяться, почему и напаяются водами апостольскими и пророческими. Дикими ослами назвал людей, не работающих более греху, но освободившихся уже из-под его власти. Почему они являются жаждущими духовной воды? На них указывает Бог в беседе с Иовом. Кто есть пустивший дикого осла? Кто разрешил узы его? Стих 13. Ты напаяешь горы с высот твоих, плодами дел твоих насыщается земля. Для чего напаяются горы? И они нуждаются в дожде, потому что на них растет трава и деревья. Не только внизу устраивает Господь орошение земли, но и вверху посылает влагу посредством облаков. Превыспренными Божиими называет воздух, представляя весь мир одним домом. После моря идет речь о дожде, потому что воды его получаются из моря. Ты напаяешь горы, ты произвращаешь траву для скота и зелень на пользу человека, чтобы произвесть из земли пищу. Возвращается трава, возвращается и питает скотов, и они служат людям. От дождей питаются и плоды, и зреют, употребляются людьми. Это говорил Псалмопевец и в другом Псалме. Человеков и скотов спасешь, Господи. Псалом 35.7. Конечно, и скоты пользуются попечением Божиим, благодаря своей пользе для человека. Земля, насыщаемая дождями, всем живущим на ней доставляет потребную пищу. На ее избранные произведения хлеб, пино и илей назначаются в пищу человеку, благородному и излюбленному Богом. Хлеб укрепляет силу сердца, вино радует душу, а масло восстанавливает гибкость тела, изнуренного трудом. Но и животных Бог не оставил своей заботливостью. Травоядным скотам он дал траву, причем пригодным по своему нраву и силе для служения человеку, назначил злаки, возделываемые человеком, предоставив остальным траву, прозябающую самородно. Впрочем, и те, и другие могут употреблять и злаки, и траву. Не о зверях, не о присмыкающихся при этом, не упомянуто, так как они пользуются пищей другого рода. Они едят землю, а другие живут плотоядно. И вино, которое веселит сердце человека, и елея, от которого блистает лицо его, и хлеб, который укрепляет сердце человека. 744. Симмах выразил это яснее. Произращающий траву скотам и злак на службу людям, чтобы пища исходила от земли, и вино веселило сердце человека. Освещалось елеем лицо, и хлеб укреплял сердце человека. Для того, говорит Бог всяческих, постоянно посылает земле дожди, чтобы произрастить разнообразные плоды, и хлебом укрепить, и напитать тело человека. Вином порадовать его, и сделать его жизнь более приятной. А елеем не только напитать, но и снаружи умастить тело. Лицо же внутреннего человека просветить, и озарить питательным елеем божественного света, лишь по назначению отличным от упомянутого вина. Слово Божие есть виноградная лоза и масличное дерево. Я, говорит псалмопевец, как маслина плодовитая в Доме Божием. Наставление его в различных отношениях является и вином, и елеем, и хлебом. Стих 16. В еврейском и прочих читается «Господни». Сказав о плодоносящих растениях, псалмопевец вспоминает о бесплодных, как необходимых и полезных для человека. А Господними назвал их как самородные, не рукой возделываемые, но возросшие единственно по Слову Божию. Чего насытится? Очевидно, богопознание. Как насытится? По учениям в законе. Потому именно и назвал их древами Господними, что по учащейся закону день и ночь называется деревом, насажденным у источников вод. Хедры ливанские. На них гнездятся птицы. Еле жилище аисту. После подавитых вспоминает о бесплодных, как необходимых для человека. Под ливаном знаменитой горой и его кедрами, разумеется, псалмопевец и остальные горы и деревья земли. Эти деревья служат людям для постройки домов, а птицы устраивают на них свои жилища. Там птицы будут гнездиться, для аистов сосны жилища их. Некто из отцов сказал, аисту всякое место приводное для жилья, и он всюду является как бы приготовленным для него домом. Это именно и значит слова. Птицы гнездятся. Высокие горы серным. Птицами называют людей, преследуемых дьяволом и его слугами за благочестие, но могущих избежать его сетей. О них давит и говорит, душа наша, как птица, избавилась из сети ловящих. Что же касается аиста, то ты не ошибешься, если приложишь это название к Петру, так как он постоянно следовал за Христом, как аист. Говорят, не отстает от своих хозяев. Итак, он предводительствует птицами, то есть показывает им, как нужно избегать сетей ловцов. Как и сам он, уловленный в сеть своим отречением, избежал ее своим покаянием. Высокие горны с серным, каменные утесы, убежище с зайцем. Промысл, говорит, не оставляет без внимания даже малых животных, но оленям дал жилища на вершинах гор, а ничтожным из животных убежище скалах. Итак, ничто не сотворено тобой, и, Боже, напрасно. В самом деле, не будь скал и вершин гор, слабейшие из животных, на равнине легко делались бы добычей более сильных, и скоро были бы истреблены, в особенности подвергаясь нападениям во время сна. Под скалами в Салматеисе, разумеет также пещеры и норы, в которых скрываются зайцы и ежи. Что касается оленей, то нужно заметить, что порода их враждебна породе змей. А таковы все ученики Христова, имеющие власть над мысленными змеями. По слову Христа, все даю вам власть наступать на змеев, и на скорпионов, и на всю силу вражию. Зайцы и ежи находят прибежище в скалах. Зайцы и ежи считаются животными нечистыми и слабыми. Именно Моисей говорит, верблюда, свиньи, зайца не ешь. И так, под этими животными Давид разумеет язычников. Они находят убежище в мысленной скале, церкви, и в ней укрепляются и очищаются. Олени же, так как по закону они считаются чистыми животными, очевидна суть души праведных, сохранившая закон. Он сотворил Луну для указания времен. Солнце знает свой запад. Исчислив все земное, сказала о сотворении невидимых существ, и о создании небес. Салмопевец вспоминает о светилах, сотворенных в четвертый день. И говорит, что Луна создана для того, чтобы быть наставницей людей в определенном времени. В самом деле, ее изменение способствует измерению времени. Она определяет меру месяца, столько-то дней возрастая и ущербляясь. Луной он называет иудейскую синагогу, которую положил Господь во времена закона и пророков, солнцем же Христа. Так о нем и пророк Малахия сказал, «Воссияет вам, боящимся имени Господа, солнце правды, исцеления в лучах его». 4.5. Он знал свой закат, он знал время, в которое должно было ему принять страдание. Так что, пока оно еще не наступило, он говорит, еще не пришел час мой, да прославится сын человеческий. Солнце знает свой запад, не будучи одушевленным, не обладая разумом, но совершая путь свой по божественному определению. Она являясь производить день и скрываясь ночь, движется одним и тем же ходом и соблюдает в своем движении меру. «Ты простираешь тьму, и бывает ночь, во время ее бродят все лесные звери». Необходима ночь, образуемая отсутствием света и доставляющая отдых людям. Очевидно, здесь разумеет пророк «время креста», потому что тогда была тьма от шестого часа до девятого, что и принимается за целую ночь в объяснении тайны тридневного воскресения. «Львы рыкают о добыче и просят у Бога пищу себе». 746 «Людям ночь доставляет отдых, а животным дает смелость, чтобы они могли наполнять свои голодные утробы». «Просят у Бога пищу себе». Указывает на то, что и им доставляет пищу божественный промысл. «Просят у Бога». Это свойственно разумным существам, а бессловесные ищут. Но и им Бог доставляет необходимую для них пищу. Под зверями дубравными, лесными, истинными, молодыми львами. Разумеет пророк демонов, которые во время крестных страданий к Господа рыкали, думая, что настало время схватить добычу. И действительно, видели они предательство Иуда, отречение Петра, рассеяние остальных апостолов. Они именно рыкали, готовые похитить и найти себе пищу от Бога. Сначала похитить, а когда похищение не удалось найти. Ведь они не останавливаются перед тем, чтобы с бесстыдством просить Бога об искуплении праведников. Не просил ли дьявол об Йове? Просил он также у Христа об апостолах. Так что Господь говорит, «Симон, Симон, сколько раз сатана молил, просил, чтобы я сеял тебя, как пшеницу, но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя». Восходит солнце, и они собираются и ложатся в свои логовища. Когда восходит солнце, звери удаляются в свои убежища. А люди, отдохнувшие от трудов вчерашнего дня, с готовностью опять принимаются за свои дневные дела. Когда воскрес Христос, демоны бежали в свои логовища, где и скрывается в засаде, подобно присмыкающимся. Выходит человек на дело свое и на работу свою до вечера. Справедливо, так как воскресение Христово дало людям свободу и ободрило их до вечера, очевидно, до конца жизни, трудиться над своим делом, то есть над добродетелью, потому что она поставлена Богом целью наших трудов. Как многочисленны дела Твои, Господи! Все соделал Ты премудро! Земля полна произведений Твоих! Пройдя мысли все сказанное и во всем обнаружив великое попечение Божие, пророк прерывает свою речь прославлением Бога, говоря, что все дела Божие удивительны, достойны изумления и исполнены мудрости. Оказалось, что и ночь, иногда порицаемая нечестивыми и весьма полезна, и бесплодные деревья полезны в других отношениях, и породы животных во многих отношениях пригодны для людей. Замечательно здесь выражение, как премудрость же Божия, с которой Бог все сотворил, есть Господь, Христос, как говорит Павел, Божия сила и Божия премудрость, 1 Коринфянам 1,24, которые, как непостижимый, в тайне сокровенную, никто из властей века сего не познал, ибо если бы познали, то не распяли бы Господа славы. Исполнена земля твари твоей, это значит, ты наполнил ее разнообразными благами, каковы блага возрождения и обновления. Кто во Христе, тот новая тварь. Почему же земля? Потому что на нее сошел преклонивший небеса. Как он возродил ее? Водою. Как и вначале произвел ее водою, очевидное крещение. Как показывают и дальнейшие слова. Это море, великое и пространное. Там присмыкающиеся, которым нет числа животные, малые с большими. Велика благодать крещения, так как ей совершается великое таинство. И обширно, так как она обнимает все действия духа. Гадами называют грешников, так как они присмыкаются в земных привязанностях. По своему множеству они справедливо называются бесчисленными. А может быть и потому, что одни праведники заслуживают исчисления. Как возвышен для меня помышление Твои, Божие. И как велико число их многочисленнее песка. И это свидетельствует о Божьем промысле, что малые животные живут вместе с великими и не подвергаются от них совершенному истреблению. С морем чувственным сравнивается Алмопевец жизнь человеческую по причине непостоянства и вечного движения в ее делах. Под бесчисленным племенем гадов разумеет он многовидное и как бы многоличное обилие людей, имея в виду разнообразие в деле усвоения ими предрекаемой им перемены. Природа у всех, конечно, одна и та же, и природный образ неразличен, но в проявлениях ума и сердца наблюдается великое разнообразие. Разумея это, некто и сказал. Как в воде лицо к лицу, так сердце человека к человеку. Притча 27.19 Мы говорим, что в этом море плавают корабли, святые церкви нашего спасителя, пребывающие в мире, но выше мира. Именно как на кораблях мы видим, что они плавают в воде, но выше воды. Итак, церкви, подобно кораблям, по-своему плавая в этом мысленном море, принимают верующих и перевозят их в некоторую другую землю или страну, в царство небесное, надежду о Христе и освящение Святого Духа и в Отечество Святых, добродетель. Будучи пришельцами, по-написанному, и странниками на этой земле, они не имеют пребывающего здесь града, но стремятся в тот, к которому художник и строитель Бог. Там плавают корабли. И это весьма полезно для людей. Благодаря искусству кораблестроения и мореплавания мы имеем необходимые взаимные сношения. Произведения нашей земли доставляем в другие страны, а оттуда получаем то, что произрастает там. Там этот левиафан, которого ты сотворил, играть в нем, 748. Именно змея он обозначил большим морским животным, какие питают в великих морях, обитают. Играть в нем, то есть самому морю, потому что и в еврейском, и в сирском языке это имя мужеского рода. Так говорит великое море, что и бесчисленные породы рыб содержат в себе и величайшие морские животные безбоязненно в нем плавают. Если же кто захочет иносказательно разуметь змея, ввиду того, что у Исаии 27.1 наведен на змеи меч великий, святой и крепкий, на лукавого змея, действующего в духовном мире, то и мы ничего не будем иметь против такого понимания, так как мы знаем, что и Иова Бог спрашивает, можешь ли извлечь змея удою Иов 40.20 Этот змей, созданный Богом, но возгордившийся предсоздателем, предан на посмеяние. О нем также Бог говорил Иову. Ничто нет на земле подобного ему, то есть, конечно, праведниками, потому что они путем добродетели, возвысившей дангеского чина, посрамляют того, кто по своей злобе был извержен из этого чина. И Господь дал своим ученикам власть наступать на змея, на скорпионов и на всю силу вражию. А псалмопевец в другом месте и говорит, ты стер главу змеев в воде и, справедливо говоря, о море, вспомнил об этом змеи, так как и вся наша жизнь горькая и соленая, подобно морю, обуревается неистовыми волнами, их возбуждаемыми. Стих 27 Все они от Тебя ожидают, чтобы Ты дал им пищу, их в свое время. От Тебя, говорит все создания, во время получают то, что всякому нужно. Неразумные животные ищут пищи и не знают, кто дает им ее, но получают ее от Творца. Даешь им, принимают, отверзаешь руку твою, насыщаются благом. Когда Ты даешь обильно, каждая из них берет свою долю. Это показывает легкость, какой Творец дарует благо. Как легко выпрямить загнутые внутрь пальцы, так Богу легко даровать всякие блага. Раскрытие рук его нужно относить также к распростертии их на кресте, вследствие чего все исполнилось благости, то есть человеколюбия, так как всякий грех был искуплен крестом. Сокроешь лицо Твое, метутся, отнимешь дух их, умирают, и в персть свой возвращаются. Милостиво, не спасая свои блага, Ты доставляешь пользующимися ими всякую отраду. Когда же Ты отворачиваешься, все они объемлются смятением и страхом. Отнимешь дух Твой, умирает, и в персть свои возвращаются. Когда Ты хочешь, душа и тело разлучаются, вместе с чем тело предается тлению и разрешается в прах, из которого оно произошло. Духом же назвал здесь душу. Пошлешь дух Твой, созидаются, и Ты обновляешь лицо земли. Здесь ясно проповедал нам воскресение и восстановление жизни через Святого Духа. Так Великий Илья воскресил сына вдовицы, трижды вдохнув на отрока, возвратив того к жизни силой обитавшей в нем духовной благодати. Так Ильисей воскресил сына санамитянки. Посредством духовного дуновения силой животворящего духа дал ему жизнь. Указав таким образом и это действие божественной силы, псалмопевец обращает свой язык к торжественной песне. Да будет Господу слава вовеки! Да веселится Господь о делах своих! Справедливо говорит, чтобы он был всегда всеми воспеваем. Да веселится Господь о делах своих! Этим предрек будущее познание Бога людьми. Когда люди освободятся от прежнего обольщения и получат познание Бога, Бог будет радоваться не на их поклонение, но при виде их спасения. Презирает на землю и она трясется, прикасается к горам и дымятся. Справедливо прибавил это показывать, что божественная природа ни в чем не нуждается. Не как нуждающийся он радуется, принимая поклонение, но как желающий спасти, указывает истину. И будучи в состоянии наказать, не налагает наказание, хотя одним явлением своим потрясает землю и исполняет горы огня и дыма. Так было на горе Синайской и, явившись там, он всю гору облег дымом. Буду петь Господу во всю жизнь мою, буду петь Богу моему доколе есть. И это сказано справедливо, потому что в смерти нет памятования о нем. Вадик, кто будет славить его? Солом 6.6. Так заключилась дверь брачного чертога перед неразумными девами, покупавшими или в то время, когда нужно было нести светильники. «Да будет благоприятна ему песнь моя, буду веселиться о Господе!» Беседой называет свою похвалу, воспевающий Бога беседует с ним. «Если это исполнится, я буду радовать, да исчезнут грешники с земли и беззаконных, да не будет более!» Благослови душа моя Господа! Аллилуйя! Поведав, насколько это доступно человеческой природе, божественную красоту и незреченное богатство, он желает, чтобы познание их распространилось среди всех людей и просит, чтобы общество грешников было совершенно уничтожено. Он не желает гибели им самим, но хочет, чтобы они раскаялись и чтобы прекратилось извращение и забвение с их стороны божественных законов. Если же кто хочет понимать эти слова иначе, как будто пророк подвергает проклятий живущих в нечестии, то и в таком смысле пророчество будет согласно с апостольским учением. В самом деле великий Павел в послании к Коринфянам пишет, если кто не любит Господа Иисуса, да будет проклят. Это свойственно тем, кто горячо любит. Итак, все мы были во греке, земля была полна беззакония. Когда же явилось единородное Божие Слово и сделалось человеком, грешники исчезли, остались лишь только виновные в беззакониях. Как и каким образом? Он оправдал всех и избавил от грехов. Разве только немного осталось грешников, многие же оправданы. Благослови, душа моя, Господа. Итак, не желающие прославлять подателя стольких благ, пусть потерпят то, что я сказал. Ты же, о, душа, постоянно воспевай своего Создателя и Спасителя. Продолжение следует...